Белорусская писательница Надея Ясминска, которая работает в жанре детской литературы, фэнтези, магического реализма и вдохновляющей прозы с творческой программой «В город над Богом» приехала впервые. По своей атмосфере книги писательницы – это хорошие, добрые сказки, пропитанные волшебством и чудесами. В ее произведениях много правды жизни, однако она в них не такая, как у взрослых, а настоящая. «Семь ружев» – это сборник сказок на белорусском языке, которые представила на суд юным брещанам Надея Ясминска. «Семь сказок про семь девочек, каждую из которых звали ружа, роза. И у каждой розы был свой цвет – алая или золотая, или синяя и так далее. Мне кажется, особенность этих сказок в том, что они классические. То есть там классическое понятие добра и зла, какие-то герои. То есть там не будет ничего неожиданного или в соответствии современным представлениям. То есть принцесса точно влюбится в принца, допустим, не в дракона, не в другую принцессу. То есть я этими сказками хотела принести атмосферу детства своего, то, что я читала. Встреча в библиотеках для меня всегда уникальна, потому что каждая библиотека – это свой необычный мир. Допустим, сегодняшняя встреча происходила среди книг. Как ни странно, у меня такого никогда еще не было. Мне кажется, просто у детей была ассоциация с тем, что книги – это сказка. И сказка рождается вот здесь. В основном герои произведений белорусского автора – дети, к которым молодая писательница, всегда относятся с трепетом и большой любовью. Именно детство, убеждена надея, – это нескончаемая энергия, потребность в новых знаниях и стремление знать все и обо всем. А потому диалог любопытных и любознательных школьников с автором получился не только интересным, но и полезным. Мне очень понравилось произведение. Оно было написано очень красиво, с эмоциями. Я первый раз слышу такое произведение, чтобы мне читала самая настоящая писательница. Мне очень понравилось это произведение, чтобы мне читал настоящий писатель. Семь ружев. И очень захватывающееся произведение. Мне понравилась эта писательница. Я хочу, чтобы она еще больше писала эти книжки. Книги Надей Ясминской – это не только потрясающий источник вдохновения и первый проводник воображения для детей, таковыми они являются и для взрослых, которые сумели сохранить в себе частичку детства.